Привет, дорогой зритель! В этом ролике ты узнаешь за 10 минут всю ключевую информацию о всех существовавших монстрах Rainbow Friends и будешь в курсе всего очень быстро. А перед началом хочу посоветовать сайт покупки робоксов Робай. Самый выгодный курс в Рунете, моментальная доставка, куча положительных отзывов и даже бесплатные робоксы. И розыгрыш робоксов по промокодам, найти которые ты сможешь в сообществах Робай, группах ВКонтакте и Дискорд-канал. Нужны робоксы быстро и дешево? Робай, ссылка в описании. Начнем с самого начала. Синий одноглазый неуклюжий монстр Блю. Да, именно неуклюжий, а еще сутулый и весьма громкий. Примечательно, но Блю не всегда был таким. Первое упоминание о нем в игре ссылается на 1991 год. И это картина в мини-музее, где Блю, между прочим, имеет целых два глаза. Не слюнявится и стоит вполне себе с живым ребенком. Блю носит корону на голове, и это связано с тематикой, к которой создатели относят монстры. В средневековье у Блю есть самый настоящий трон. И даже не один, второй на аттракционе Оранжа с вагонетками. Блю главный монстр среди друзей. Появляется с начала обеих частей игр, и первая погоня в финале принадлежит ему. Во второй части Блю спит на троне, и Красный сообщает, что мы опаздываем. Возможно, у Блю прогрессирует какая-то болезнь, но это лишь моя версия. Уровень опасности опасен. Избегать прямых столкновений, спрятавшись в коробку. Зеленый, забавный монстр Грин. Он слепой и передвигается на ощупь. Каждый его шаг издает пищащий звук. В остальном монстр тихий. Лишь изредка начинает свистеть, как праздничный свисток. Опрокидывая назад верхнюю часть головы и размахивая языком ленточкой. Не хватает только разлетающихся конфетти. Грин передвигается медленно и не видит игрока. Уровень опасности относительно безопасен, если не касаться его. Но не рекомендуется попадаться на пути в коробке. Оранж. Быстрый маленький прожорливый ящер. Очень любит, хочет и готов поесть. Но если сыт, просто спит на своей лежанке. По какой-то причине не появляется во второй части. Возможно, был занят поеданием большого количества еды. Со временем оставляет следы когтей там, где бегает. Во время голода очень громко топает и ловит зубами игрока. Зрение острое. Если вовремя кормить, не будет представлять угрозы. Уровень опасности относительно опасен. Рекомендуется вовремя кормить и в случае голода переезжать в коробке. Или не попадаться на пути. Фиолыч. Таинственный обитатель сырых вентиляционных шахт. И откуда там вода, если должен идти воздух? Возможно, естественное место обитания как-то связано с водой. И Фиолыч просто приносит ее на себе. Охотится на игрока, протягивая длинные руки. Но делает это на ощупь. И замечает его только если тот наступит в мокрую лужицу. Возможно, Фиолыч слепой. Или с очень плохим зрением. Имеет острые зубы, большие глаза. И это все, что мы про него знаем. Судя по свидетельствованиям выживших игроков после его нападения в Мириодда. У Фиолыча очень, очень длинные руки. Но больше разглядеть они не смогли. Уровень опасности относительно опасен. Можно наткнуться случайно. Рекомендуется избегать лужиц, тумана и других каких-либо подозрительных мест с плохой видимостью. Розовый. Недобавленный монстр. Возможно, он где-то скрывался или давно уже мертв. В любом случае, официально не подтверждалось его присутствие в игре. Может плеваться и проглатывать игрока целиком. Довольно странно выглядит внешне. Уровень опасностей неизвестно. Желтый цыпленок. Недобавленный монстр. Прообраз желтого птеродактиля. Да, мы могли бы видеть сейчас такую версию. Ведь у нее уже и анимация была, и примерное место обитания. Вентиляции. Имеет острый клюв. С такими же или даже более острыми зубами. Плоская голова и абсолютно черные глаза. Уровень опасности неизвестно. Неизвестно. Желтое такси. Ой, простите. Птеродактиль. Кажется, за эту опечатку меня обещают лишить полугодовой премии. Птеродактиль. Носит жилет, из которого торчит пропеллер. Неизвестно, может ли он снимать этот жилет. Но желтый умеет управлять пропеллером и высоко летать. Желтый стеснительный монстр. И это выяснилось со слов Красного. Он боялся сцены, но решил выступить и показать, какой он опасный на самом деле. На самом деле, он ловит игрока с своими крыльями, которыми умеет пользоваться как руками. Жестоко бросает морды в пол, прыгает на него, вцепляется лапами и взмывает воздух. Затем летит в свое гнездо. Но хват у желтого довольно слабый. И можно выбраться. В гнезде желтый заклевывает жертву насмерть. Кстати, не ясно, почему желтый не убивает сразу, как это делают все. Но скорее всего, такое поведение связано со стеснительностью. И желтый не хочет, чтобы другие видели, как он убивает жертву. Уровень опасности безопасен, если знать технику безопасности. При захвате необходимо дождаться снизу мягкого места и вырваться, удачно приземлившись. Примечание. Опытные игроки могут обратить себя на пользу присутствию желтого монстра на карте. Циан. Единственная девушка. Огромный ящер цвета циан. Очень умная и быстрая. Отличительная черта любопытства. Любит наблюдать за окружающим миром. Имеет длинный хвост и массивную челюсть, напоминающую своим видом капкан. Выбраться из такого капкана невозможно. Циан способна обнаруживать игрока в коробке. Считается, что только умные монстры способны на это. Но также она может решить, как разумное существо, что ей просто показалось. То пациан можно услышать издалека. Предположительно, ее вес в несколько тонн. Что дает ей дополнительную инерцию при разбеге. Уровень опасности крайне опасно. Избегать зрительного контакта. Если вы спалились ей в коробке, замрите на время. Тогда она может успокоиться и уйдет. Глазастики. Или лупоглазики. Или лукасы. Маленькие, шарообразные, беззащитные создания. Умеют моргать и перекатываться. Но не похоже, чтобы они к чему-то стремились. Любят тортики. И издают жалобные звуки. Которые вызывают у игроков приступы умиления. И способны таким образом переманить на темную сторону. Они замолкают, когда их берут на руки. Не кусаются. Ведут себя спокойно. Иногда смотрят на того, кто их несет. Была найдена их увеличенная версия. Огромный лукас. Малоподвижный и абсолютно не издающий каких-либо звуков. Не моргает. Любят тортики настолько, что сделает ради них все, что в его силах. Уровень опасности безопасны, но могут вызвать сильное умиление. Красный. Монстр, который контролирует, содержит и использует других монстров. Возможно, жертв. И игроков. Все это делается для личных целей Реда. Не ясна конечная цель его действий. Но пока со слов выживших свидетелей, все, что он делает, очень похоже на бесконечный ряд испытаний и тестов. В конечном итоге, все эти данные собираются им не просто так. По последней информации, Красный спешно переправлял из одной зоны на поверхности мира Отда в другую, скрытую от глаз зону под землей, множество разноцветных лупоглазых голов, напоминающих его голову. Также он торопится что-то сделать, пока непонятно что. Но это как-то связано с Блю. Возможно, с его болезнью. Ред понимает монстров и, похоже, знает их язык. Или нашел способ взаимопонимания. Ред одет в человеческую одежду и в целом имеет человеческое тело, от чего ходят слухи, что Красная Голова всего лишь маска. К тому же есть его сходство с ребенком с картины. Но некоторые выдвигают версии, что это пропавший основатель. Несмотря на свое ум и знание в области создания монстров, Ред также попадает в непредсказуемые ситуации и что-то идет не по плану. Ред никогда не показывался перед игроком. Возможно, он довольно слабый и поэтому держится в стороне. Уровень опасности неизвестен. Бонусные персонажи. Освальд Дэвис. Основатель Радужных Друзей. Его портрет висит в музее. По какой-то причине никто его не видел. Возможно, он без понятия, что сейчас происходит с его компанией. Или же он и есть красный и просто стал одержим идеей монстров. Уровень опасности неизвестен. Трентон. Неизвестно, кем приходится Освальду Трентон. Но судя по тому, что его портрет висит в музее рядом, возможно, он сооснователь компании и оказал какое-то значительное влияние на нее. Был найден на территории миру Отда в бомжеватом потрепанном виде. В своих старых очках. Судя по поведению и способности ориентироваться в этом месте, он действительно в курсе почти всего, что происходит. Знает про монстров и про их образ жизни. Оказал помощь игроку и помог сбежать. Сам остался на территории парка. Неизвестна его дальнейшая судьба. Уровень опасности безопасен. Ребенок с картиной. Неизвестный ребенок, стоящий рядом с Блю. На тот момент Блю не кусался и ребенок выглядит жизнерадостным. Кто он и где он сейчас, неизвестно. Но тело точь-в-точь, как у Красного. Уровень опасности. Эээ, да ты чё, какую опасность может представлять ребенок, которого сфотографировали много лет назад? А пока это всё. Подписывайся, что ли, и до новых видео.